Мы говорим с тобой про застой желчи, холестаз, герб и, соответственно, как на это можно повлиять. И многие не знают, что вот эта вся история про застой желчи, про дискинезию, она на самом деле завязана на еде. И застой желчи, герб, бывает на том, что ты неправильно ешь, действительно, либо переедаешь, либо не допиваешь свою воду, либо нехватка для образования желчи. И, соответственно, рефлюкс, гастрит, все это бывает. И, соответственно, бывает история доудунальный рефлюкс, гастрит или желчный рефлюкс, гастрит. И это очень неприятная история, потому что хронический гастрит, вызванный инфекцией, хеликобактер, дискинезия, хронические панкреатиты, гепатиты, циррозы печенью, и, соответственно, они неприятные. И когда вы употребляете жирную пищу, транжиры, употребляете избыточное количество кофейно-содержащих напитков, это увеличивает выработку соляной кислоты в желудке. Также неполноценное питание, дефицит микроэлементов В, С, А, Е, железа, магния, снижают тонус сфинктера, и поэтому появляется Сибр, Сигр и другая проблема. Бывает еще гормон стресса, бывает проблема с тревожностью, и, соответственно, все это влияет на состояние. Бывает еще химическое поражение, соответственно, здесь очень все непросто, и диагностика, она непростая. И первая помощь при обострении, это действительно работа со своим доктором. Но для профилактики я рекомендую щадящую диету, которая исключает раздражающую слизистую напитки, и, соответственно, витаминотерапия, которую я давала в своем подкасте. Если тебе полезны мои ролики, пожалуйста, пиши вопросы, я с радостью отвечу. Ты на моем канале, и я здесь с тобой рядом работаю и помогаю. Субтитры делал DimaTorzok